Группа PSA, нынешний хозяин Opel, активно перекраивает модельный ряд немецкой марки. На французские платформы уже переведены кроссоверы, вены и компактный хэтчбэк Corsa, на очереди Astra. Жизненный цикл модели мог сократиться, но нет. Смена поколений отложена на 2021 год, а нынешняя Astra модернизирована. Измененные бамперы и решетка радиатора улучшили аэродинамику. Opel уверяет, что у хэтчбэка и универсала Astra лучшие в классе коэффициенты воздушного сопротивления. Новая приборная панель с крупным дисплеем в центре такая же, как на старшей Insignia. Кроме того, усовершенствована медиа-система с 8-дюймовым экраном, улучшены камеры заднего вида. Но главные обновки в моторном отсеке. Полная смена агрегатов при рестайлинге — это редкость, а здесь и вовсе сенсация. Двигатели новые, но французских среди них нет. Все моторы разработал GM. Бензиновые двигатели сплошь трехцилиндровые. Турбо-тройка 1.2 работает только в паре с шестиступенчатой механикой, а мотору 1.4 положен вариатор. Полуторалитровый дизель тоже предложен в трех вариантах мощности. Две верхние предполагают шестиступенчатую механику, а нижний, с уменьшенной тягой, предназначен для девятиступенчатого автомата GM. Наконец, обновленный Astra перенастроили шасси. С новыми амортизаторами машина должна стать комфортнее. Но есть и спортпакет с зажатой подвеской и более острым рулевым механизмом. Европейские продажи Astra начнутся осенью. В России модель не появится из-за прямого запрета GM. Купить Astra беспошлино можно в соседней Белоруссии. Дорестайлинговый хэтчбэк стоит без малого 19 тысяч евро.